Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Ориона, и это короткий, но достаточно интересный мистический хоррор под названием «Кто же Майк?». Ай, моя голова! В затылке пульсировала боль. Головокружение то уходило, то появлялось снова с ручейками пота. Что? Был вечер. Шторы были закрыты, а в ушах звенело, что только усугубляло тишину. Да, это был мой дом, но я сбит с толку, что-то здесь неладно. Было так жутко, даже волоски на руках стали дыбом. Щурясь, я огляделся. Мои очки. Где же они? Я... Я во что-то врезался? Или... Не подходи, кем бы ты ни был! Еще до того, как услышал его голос, я чувствовала чье-то присутствие в комнате. Это оправдывало сжавшийся от страха желудок. «Просто не двигайся!» Господи, это... В моем доме незнакомец. Он выставил зажатую в руке биту вперед, сохраняя тем самым дистанцию между нами. «Не подходи!» Я не знаю, что мне делать. Я открыл рот, готовясь хоть что-нибудь сказать. «Не трогай меня! Прошу, уходи! Чего ты хочешь?» Но в итоге я просто стоял, словно онемевший, покрываясь от нервов потом. Что он тут вообще делает? Если это грабитель, то он выбрал не тот дом. А не мог ли я встретить его раньше? Покосившись на размытую фигуру, я пытался сопоставить ее очертания с чем-то более материальным. Он выглядит... Я сделал шаг вперед. Человек неуверенно махнул битой. «Я же сказал тебе, не двигаться!» Уф! Он дрожит? Он казался намного испуганнее меня, особенно учитывая, что это он вторгся в мой дом. Должно быть это глупо, но могу сказать, что от него не чувствовалось угрозы. Просто не приближайся, пожалуйста. Прошу! Он продолжал что-то бормотать, панически хватая ртом воздух. «Ой-ой! Эй! Тебя всего трясет! Попробуй вдыхать носом, а выдыхать через рот! Черт! Почему я провожу уроки дыхания для вора? Думаю, Сара была права. Моя доброта сведет меня в могилу. Так или иначе, незнакомец немного успокоился. Я одарил его робкой улыбкой. Ты в порядке? Кто? Кто ты? Эммм, прости? Меня зовут Майк Дженсен, и ты в моем доме. А вот кто ты? Неважно. Кажется, я где-то очки потерял. Если ты позволишь мне их найти, мы сможем разобраться со всем этим. Ты не кажешься мне плохим парнем. Человек опустил биту, издав протяжный вздох. Вероятно, они под журнальным столиком. Спасибо. Я шарил по полу, молясь, чтобы незнакомец не напал на меня, пока я был уязвим. Но тот просто стоял, шаркая ногами и что-то бормоча себе под нос. Он не представлял угрозы. Уверен, бедный парень просто сбит с толку. Кроме того, в нем было что-то до боли знакомое. Но что именно, я не мог уловить. Может, это было его телосложение или красный свитер, который был на нем. Я мог поклясться, что он выглядел в точности, как я. Прости, что угрожал тебе битой. А, все хорошо. Если это что-то изменит, то скажу, что не собирался вредить тебе. Наконец, очки оказались у меня в руке. Я... я не уверен, что смог бы кому-нибудь навредить. Даже в такой ситуации. Сара всегда говорит. Мир обрел очертания, как только очки оказались на своем месте. Что однажды моя доброта сведет меня в могилу. Ну что же, эх... Сейчас ты сможешь меня видеть. Привет. Человек неуверенно помахал. Я стоял с отвисшей челюстью, уставившись на него. Он... Был мной. Существующим как отдельная личность. У него были мои волосы, лицо, телосложение. Мой свитер. Без сомнения. Это был не просто похожий свитер. Это был именно мой. Это же... Это сон. Просто сон. Спокойно, не теряй голову, расслабься. Сколько бы раз я не произнес эти слова, серьезные ситуации ставила в тупик. Комната казалась одновременно огромной и стягивающей пространство. Она раз за разом словно сдавливала меня, а потом отпускала из своих объятий. Я чувствовала себя маленьким ребенком, потерянным в толпе, слепо ищущим руку матери. Только осознание того, что это была рука незнакомца, привело в ужас. Ой, ладно, не буду тебя трогать. Теперь твоя очередь не паниковать. Дыши глубоко. Он что, клон? Призрак моего будущего? Кто? Кто? Кем он был? Я попытался дотронуться до него, желая убедиться в его реальности. Уверить себя, что это не плод моего воображения. Другой Майк отпрянул от меня и оттолкнул руку. Эй, это странно для нас обоих. Не усложняй все попытками схватить меня. Он выглядел реальным. Вряд ли это призрак. И у каждого из нас свое сознание. Мы с ним не можем быть одним и тем же человеком. Кто ты? Почему у тебя мое лицо? Прости? Твое лицо? К твоему сведению, я спокойно сидел ночью в своем доме, пока ты не вломился. Поэтому ты не расскажешь, что делаешь в моей гостиной. Я уже открыл баларот, чтобы возразить, но понял, что ничего не помню. В последних обрывках памяти было лишь то, как я сидел с тарелкой чипсов и смотрел какое-то шоу по телеку. Плюс к этому боль в голове. Я... Я не могу вспомнить. Ага! Видишь? Так говорят все фальшивки. Дело закрыто. Фальшивки? Что, прости? Ты какой-то вид аномалии. Только так можно объяснить. Я не припоминаю, чтобы делал что-то странное в последнее время. Если у тебя мои воспоминания, то ты согласишься. С другой стороны, какой-то промежуток времени пропал с твоей памяти. Поэтому ты либо причина всего этого, либо побочный эффект. Следовательно, аномалия. Верно. Ну, раз на то пошло, то скажу, что ты можешь лгать насчет своих воспоминаний. Твое присутствие нарушило нормальное состояние. Поэтому и я потерял воспоминания о неком промежутке времени. Вероятность того, что ты причина и побочный эффект моей внезапной амнезии весьма велика. Таким образом, это ты фальшивка. Ты не можешь доказать это. Но и ты не можешь это опровергнуть. У каждого из нас свои аргументы. Мы ходим кругами. Я вижу, что ты это понял. Это все же довольно интересно. Не так ли? Да, согласен. Не каждый день встретишь точную копию себя. Ты так говоришь, будто это я тут копия. Ну, а это не так? Давай не будем опять начинать. Вот же заноза в заднице. А то я не в курсе. Чем это могло быть вызвано? Какой каприз природы породил другого меня? Вероятно, я должен быть польщен или что-то в этом роде. Но я стал клонируемым образцом. По крайней мере, это не кажется опасным. От него не исходило никакой вражды или агрессии. Я не чувствую злобы по отношению к нему. Но было как-то странно, что у нас на подбородках был одинаковый маленький шрам. И даже те отметины от подростковых прыщей. Поддавшись внезапному импульсу, я дотронулся до своего лица. Это все еще я? Верно? И тут мы услышали, как дверь на второй этаж тихонько открылась. Ох нет, Сара! Сара! Я знал, что Сара услышит шум. Быстро, спрячься где-нибудь! Я постараюсь отвлечь Сару, чтобы ты смог выйти. Что? Подожди минутку. Ты собираешься от меня избавиться? Нет же, ничего такого, понял? Два майка не могут находиться в одном доме. Слишком высокий риск. Ты это знаешь. Тогда почему бы тебе не уйти? Ты шутишь? Ты выглядишь так, словно после крушения поезда. Это была правда. Я весь в грязи. И как так получилось? Слушай, мы разберемся совсем завтра. Кто знает, возможно твои воспоминания вернутся. Но ты выставляешь меня из собственного дома. Я тебя не кидаю. Это просто временная мера. Позволь мне уладить все с Сарой, а завтра мы разберемся с этой ерундой. А сейчас просто уйди, ладно? Я даже не знаю. Уйти или остаться? Давайте уйду. Хорошо, на сегодня я об этом забуду. Это сложно, но я попытаюсь справиться с эмоциями и контролировать их. Я знаю, что не смогу ничего решить, пока не будет ясной головы. Я улажу все с Сарой, хорошо? Может, я смогу подготовить ее? Все будет хорошо, лучше оставь это на завтра. Быстрее! Она поднимается. Не успел я очнуться, как другой я открыл передо мной дверь и также захлопнул ее за мной. Я слышал голос Сары из соседней комнаты. С сердцем я хотел пойти туда и все ей рассказать, но... Я сделала другой выбор. Скорее всего, нечто такое испугает ее. Мне казалось, что это все моя вина. Я такой трус. Достаточно. Я разберусь совсем завтра. Мне нужно время, чтобы подумать. Собрать мысли в кучу и обдумать ситуацию. Возможно, он прав. Та пара часов, что пропала из моих воспоминаний, могли быть ключом к разгадке тайны. Я шел по городу, обдумывая происходящее на ходу. Проходя мимо магазина, я заметил свое отражение. Странно. Это я? Почему вдруг я такой тощий? Ух! Острая боль пронзила сердце. Я с трудом мог дышать. Грудь беспорядочно вздымалась. Мое сердце. Ух! Что со мной происходит? Из носа хлынула кровь. И тогда я понял, что у меня осталось не так много времени. Я умираю. И я даже не знаю причины. Сара. В глазах потемнело, словно кто-то опустил занавес в конце пьесы. Концовка девять. Дурак. Ааа, не надо было мне уходить. Я как чувствовала, что нужно было остаться. Ну что ж, попробуем еще разочек. Но уже в следующей серии. Так что всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.